Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. На календаре 1 сентября, начало нового учебного года. Это, безусловно, важное событие для первоклассников, школьников, любого возраста, для студентов и, конечно, для всего педагогического состава. Более того, для первоклассников День знаний – это открытие новой дороги во взрослую школьную жизнь. По всей стране сегодня прошли праздничные линейки и открытые уроки. В этом году в Самаре в школы пойдут более 112 тысяч детей. А ровно 29 лет назад в нашем городе 1 сентября открылся лицей созвездия номер 131 в советском районе города Куйбышева как муниципальное образовательное учреждение. В 2009 году школа прошла государственную аккредитацию на статус лицея созвездия номер 131 с углубленным изучением предметов естественного математического профиля – математики, физики, информатики, химии, биологии, а также предметов гуманитарного профиля, общества знаний и истории. А с 2015 года лицей входит в 100 лучших школ России. И сегодня в этой студии, в этот праздничный день, я буду беседовать с ее директором Людмилой Борисовной Басис. Здравствуйте, Людмила Борисовна. Ну что же, я поздравляю вас от всей души с праздником, с первого сентября, с началом учебного года. А вот что для вас этот день, что для вас лично первое сентября? Вы знаете, когда все граждане планеты празднуют Новый год, они ожидают в январе каких-то новых событий, чего-то интересного, позитивного. А у нас, получается, у педагогов этот Новый год два раза. То есть один раз в январе, когда мы вместе со всеми, и второй год, второй раз это 1 сентября. И, конечно, мы тоже ожидаем каких-то новых интересных встреч, интересных программ, интересных событий, новых детей, новых родителей, каких-то интересных новых запланированных мероприятий. Поэтому я думаю, что год будет успешным, потому что по-другому это просто быть не может. Да, как может быть успешным год в лицее созвездия, Людмила Борисовна. Как прошли праздничные линейки в лицее? Сколько первоклассников пришли к вам учиться? Ну, первоклассников у нас, как всегда, 4 класса пришло. Линейка у нас тоже по традиции 1 сентября 4. Две линейки в начальной школе корпус, это где 1 и 4 классы. И две линейки с 5 класса, с 5 по 11. Конечно, линейки продумываются заранее. Здесь у нас большую фантазию наши предметники эстетических предметов проявляют. Для малышей, конечно, обязательно какие-то сказочные персонажи. Но тем не менее, в этот год, этот год космонавтики, да, мы отмечали, поэтому обязательно это на линейке тоже проходит. Это тематика будет присутствовать, да? Да, это тематика. Потом о городе много говорится, потому что в этом году городу присвоено новое звание боевой и трудовой славы. Для более старших детей проходит линейка, где мы говорим о достижениях за летний период этих детей. Даже награждаем их грамотами, когда приходят за летнее время какие-то их результаты. Говорим о том, что их ожидает. Поэтому каждая линейка, она своеобразная. То есть, получается, мы готовим четыре линейки. У нас обязательно приходят гости. Это наши депутаты, это представители и члены правительства Самарской области с напутственными словами, что всегда бывает очень приятно, я думаю, и детям, и родителям. Не могу с вами не согласиться. Ну, а совсем недавно был выпуск 2016 года. Людмила Борисовна, куда поступили ваши лицеисты? Как сдали вступительные экзамены? Вот интересно, какие баллы по ЕГЭ набрали? А вот лично вы, как руководитель, который работаете директором 16 лет, вот вы гордитесь своими учениками? Конечно. Знаете, у нас в этом году дети точно так же, как и все года, очень достойно сдали ЕГЭ. Есть и стобальники. Очень радует, что высокие результаты по математике. И в зависимости от того, какой профиль дети выбрали, в зависимости от того, в какой вуз они поступали, они сдавали эти профильные экзамены. Наибольшее количество детей выбрали физику, общество, знание, химию и биологию. Потому что поступление шло в технические вузы, в медицинские вузы. И, вы знаете, вот большим приоритетом пользуется, конечно, наш Самарский национальный исследовательский университет. Все дети, которые занимались в физико-математическом направлении, они все без исключения поступили на бюджет. Очень приятно, что наши учителя настолько достойно их готовят, что у нас больше 90% детей вообще на бюджетные места поступают. И в этом году, как и всегда, есть дети, которые идут в Институт культуры. Вы знаете, это тоже какая-то такая особенность. Да, и тоже очень приятно, что и в этом направлении дети тоже реализовывают свои мечты. Людмила Борисовна, знаете, у нас есть сюжет. Я предлагаю его посмотреть. Мы, конечно же, были в вашем замечательном лицее. И давайте посмотрим на него своими глазами, что я вам предлагаю сделать, уважаемые телезрители. Внимание на экран. Лицей созвездия 131 ведет свою историю с сентября 1987 года. В середине 90-х годов 131-я школа сделала ставку на искусство, на творчество и не прогадали. Девиз школы – повышение качества обучения на всех ступенях образования, поэтому в лицее построена система предпрофильного и профильного обучения. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование у детей эстетического мировосприятия, способности к самовыражению – это не просто слова, а ежедневная работа руководства, педагогов и родителей. Поэтому не случайно уже в начальной школе изучают такие предметы, как хореография, театр, музыка, изобразительное искусство, МХК, дирижирование. На базе лицея 131 создана широкая сеть кружков и клубов системы дополнительного образования спортивного, краеведческого, эстетического, прикладного направления. Один из известных коллективов в городе – ансамбль авторской песни «Жигули». Я люблю детей, раз. Люблю походы и природу, два. И стараюсь это все как бы передать детям. Люблю авторскую песню, поэтому у меня клуб авторской песни. Почему «Жигули»? Потому что мы очень часто путешествуем по «Жигулям» и по достопримечательностям Самарского края. Поэтому и название такое красивое – «Жигули», но и песни соответственно. Восхитались по разным странам, восхищались чужой природой. На рассвете вставали рано, были рады любой погоде. И не знали, что где-то рядом, горы ждут всех нас очень долго. Там простор не отхватились рядом, и родная до сердца Волга. В лицее созвездия созданы все условия для детских открытий. Это и прекрасно оборудованный медиа-центр, библиотека с читальным залом, мультимедиапроектор, интерактивные доски в учебных кабинетах, большое количество обучающих компьютерных программ. Здесь работают замечательные педагоги, с ним очень хорошо заниматься. Любой материал, который кому-то непонятен, они сразу объясняют. Можно подойти до уроков, они свободны в любое время. И все вопросы, которые когда-либо были непонятны, мы получали на них ответы с легкостью. Каждый день в нашем лицее это что-то неповторимое и удивительное. Каждый день преподаватели, они протягивают нам руку помощи и объясняют новый материал. Это очень необычное место, так как я уже учусь не в одной школе, и сравнительно наша школа, где сейчас я учусь, это что-то необычное. Так и в городе, я считаю, очень мало. Она одна из самых лучших, так как здесь необычный подход к преподаванию. А в чем он заключается, в чем необычный? Здесь очень дается легко материал. То есть где в других классах у меня было что-то непонятно, на данный момент я понимаю все. Даже если у меня есть какие-то вопросы, я быстро получаю на них ответы. Скажите, пожалуйста, ведь еще одним из важных показателей, на мой взгляд, это дружба и атмосфера в школе и в лицее. Вот у вас класс дружный? Да, у нас очень дружный класс. Я не знаю в школе таких классов, которые бы как-то не ладили с друг другом. В нашей лицеи это вся одна единая семья. Молодой, дружный, талантливый, творческий и педагогический коллектив лицея это тандем единомышленников, где каждый имеет возможность выбрать те формы и методы обучения, занятия экспериментальной деятельностью, создание и внедрение авторских программ. Руководство лицея в лице Людмилы Борисовны Пасис постоянно работает над совершенствованием материально-технической базы лицея. Все кабинеты лицея оснащены мультимедийным и интерактивным оборудованием. У нас существует три направления. Это химико-биологический, социально-экономический, физико-математический. Зависимо от того направления, которое ты выбираешь, у тебя существует определенный набор предметов, которые ты изучаешь больше остальных и, следовательно, готовишься по ним. С 2001 года заключены договора с ГАУ, СГПУ, СГУ, где работают подготовительные курсы на базе школы. В течение последних нескольких лет выпускники школы показывают высокие результаты по ЕГЭ. Во внеурочное время ребята с большим интересом занимаются в классе мастерской школы беспилотных технологий. Десяти и одиннадцатиклассники увлечены конструированием, моделированием, изучением новых технологий и последних достижений в области робототехники. Мне очень нравится. Здесь работают творческие ребята, мои друзья. И вообще я очень люблю заниматься этой отраслью. То есть мы здесь собираем квадрокоптеры, гексокоптеры, изучаем новые материалы, то есть программируем их, также собираем и пробуем их в деле. Летаем на улицы. Здесь очень хороший директор, учителя, они понимают, относятся к нам как к творческим людям. Это очень интересно. И заниматься вот таким родом деятельности очень познавательно. То есть это вам поможет в поступлениях в университеты, институты и так далее. Это открывает множество дорог во взрослую жизнь. Лицей развивается, опережая время. Внедряются новые программы и учебники. Учителя проходят повышение квалификации с целью использования новых технологий в образовательном процессе. Но главное – это развить у каждого ребенка его личные таланты, чтобы будущие выпускники созвездия были успешны во взрослой жизни. А это немало. Ну что же, и сегодня, 1 сентября, я беседую с директором лицея созвездия номер 131 Людмилы Борисовны Басис. Людмила Борисовна, в чем все-таки особенность вашего учебного заведения? В отличие от других школ, вот какие направления обучения существуют в лице? Из какого класса начинается углубленное изучение предметов? И самое главное – почему? Конечно, слово «лицей» говорит о том, что направленность, естественно, математическая. Поэтому большее внимание уделяется этим предметам. Математика начинается уже с первого класса. А вот в пятом-шестом классе мы добавляем уже химию, физику. И уже дальше идет более усиленная и углубленная программа. Что касается 10-го класса, то у детей уже перед 10-м классом есть выбор. Здесь работает психологическая служба. И кроме математики они могут выбрать в дальнейшем, в зависимости от того, куда они будут поступать, какую профессию выбрали, они выбирают углубление либо по физике, либо по химии, биологии, либо по экономике, обществознанию, праву. То есть здесь полный простор и возможность для образования. Но что мне хочется сказать? Конечно, у нас есть сотрудничество достаточно длительное с нашим Самарским национально-исследовательским университетом, с Медуниверситетом. Вот в этом году у нас появилось новое сотрудничество. Мы открыли с техническим университетом, который теперь будет базовым. Очень приятно это. И, конечно, есть сотрудничество с филиалом Московского Педа, университета, потому что дети поступают и туда. Поэтому я думаю, что мы оправдываем слово лицей, потому что мы делаем упор на эти предметы. И, наверное, в этом и заключается наша особенность. Людмила Борисовна, а вот любопытно. Давайте здесь немножечко остановимся подробнее, потому что я так думаю, что следующая информация от вас будет важна и для родителей. Вы сказали, что вы сотрудничаете. А в чем заключается это сотрудничество? Они приходят к вам в гости, либо вы к ним ходите, обмениваетесь опытом, преподаватели. Расскажите, пожалуйста. Сотрудничество заключается в том, что наши дети, во-первых, участвуют во всех олимпиадах, которые проводят вузы. Сами дети выбирают. Да, сами дети. Информация у нас приходит. И даже часть олимпиад проходит на нашей базе. Вот Самарский национальный исследовательский университет, так и хочется сказать, с ГАУ, они проводят на нашей базе свои олимпиады. Потом наши дети участвуют в различных конференциях. Вот в частности в медуниверситете иметь студенческие конференции. Наши дети там участвуют в конференции, занимают призовые места на конференциях. Ходят на различные экскурсии, на различные мероприятия в эти вузы. Для того, чтобы они посмотрели не только свою будущую специальность, будущую профессию, но и посмотрели жизнь вуза. Как там дети. Как у нас студенческую атмосферу. Да, что им больше интересно. Потому что, вы знаете, очень приятно, когда наши выпускники приходят, мы их приглашаем и на собрание к нашим учащимся, и к родителям, и говорят, что кроме написания научных статей, я еще участвую и там, и там, и там, и в волоктерстве, и вот еще и в этом, и в этом, и в этом. И, вы знаете, вот родители смотрят и понимают, что действительно вот это творчество, вот это желание учиться, оно развивается в лицее. А продолжается это уже в вузе, когда дети туда приходят. И вот, вы знаете, наши выпускники, когда приходят и говорят, что во время занятий спрашивают, откуда вы. И когда говорят лицей созвездия, учителя говорят, да, да, да. Это очень хорошо, мы знаем, и мы очень рады, что вы у нас учитесь. Людмила Борисовна, ну, а если говорить о материально-техническом обеспечении лицея, то оно у вас, конечно, на достойном уровне, мы могли в этом убедиться лично, и в сюжете это было показано. А вот будет что-то новое, потому что я знаю, что вы, как директор, неспокойный в хорошем смысле этого слова, и все время придумаете что-то новое, новое, новое. Так чем порадуете детей в этом учебном году? Ну, конечно, мы два года назад начали такое направление, как робототехника, и стали пилотной площадкой городской. И в этом направлении мы продолжаем развиваться. В этом году у нас с третьих-четвертых классов везде пойдет это лего-конструирование, потому что мы, как бы, закуплено вот это оборудование, здесь вот в сюжете было показано, как дети занимаются. Кроме этого, благодаря финансированию департамента образования, мы в этом году продолжаем и усиливаем эту робототехнику не только вот через квадрокоптеры, а есть еще такие ардруины, и мы получили оборудование благодаря финансированию города. И даже уже есть подвижки, то есть есть уже преподаватели, которые готовы и детей вести к следующим каким-то этапам, к следующим вершинам. И, конечно, это очень приятно. Но мне бы хотелось сказать, что кроме того, что мы новое что-то покупаем, мы, конечно, очень бережно относимся к тому, что есть. – Людмила Борисовна, вы сказали о педагогах, и я предлагаю продолжить эту тему развития, поговорить о ваших учителях. Вот скажите, ваши педагоги учатся? – Да, конечно, обязательно. У нас все преподаватели повышают свою квалификацию ежегодно. Кроме того, что они идут на курсы куда-то, на нашей базе проводят курсы, Центр развития образования, Самарский институт повышения квалификации. Мы посылаем учителей в Москву учиться для того, чтобы поддерживать вот эту программу Психологического института Российской академии образования «Одаренный ребенок». Поэтому обязательно каждый учитель за год какой-то берет себе курсы и какое-то повышение квалификации в этом плане получает. – Ну вот, на мой взгляд, немаловажным еще является и то, что стабильный коллектив – это надежный коллектив, это профессиональный коллектив. К вам приходят работать новые учителя. Вот, к слову сказать, сейчас в школы идут работать и кандидаты наук, и профессора. Вы можете похвастаться таким педагогом? – Да, я могу похвастаться. Конечно, у нас тоже есть и пришли такие люди, которые работали в ВУЗе. И, кроме всего прочего, у нас приходят молодые преподаватели. Вы знаете, есть те, которые год-два вообще стажей имеют. Есть те, которые проработали и 40 лет, которые передают свой опыт. И, вы знаете, очень приятно, что те, кто молодые, приходят, они вот подхватывают наши все идеи и начинания, и у них есть уже достижения, они участвуют тоже и в конкурсах, и в олимпиадах. И как-то они, наверное, смотрят на жизнь. У них больше сил, наверное, которые они хотели бы в своей специальности, в своей профессии приложить. – Людмила Борисовна, вот хочу еще с вами поговорить о начальной школе. И, к слову сказать, она вас занимает целый отдельный корпус. А вот в чем отличительные особенности начального этапа обучения? Потому что, согласитесь, как начнешь свой путь в образование, так, мне кажется, вы продолжишь и закончишь. Начальная школа. Вы уделяете этому огромное, колоссальное значение. Расскажите, какое самое главное почему? – Да, я думаю, что вот, наверное, повезло. Это тоже наша особенность, что у нас начальная школа, первый и четвертый классы обучаются в отдельном здании. Это позволяет создать им отдельный мир, отдельные какие-то моменты, которые присущи только малышам. И у них свое расписание, у них свое расписание звонков, у них своя столовая, у них учителя, которые действительно высокой квалификации, которые действительно любят детей, но которые и требовательны к детям. И, вы знаете, там работают у нас и почетные работники, те, которые имеют звание, и несмотря на то, что люди молодые, люди все подхватывают новые начинания, то есть вот сразу же обучились по лего-конструированию, обучились по ведению основ православной культуры. То есть у нас эти учителя, которые с радостью и с пониманием идут вот на повышение квалификации. Ну и, конечно, наверное, то, что дети находятся вот в своей такой атмосфере, вот здесь мы видели кадр изначальной школы, где учитель музыки, вот с ними занимается и дирижированием. Наверное, это тоже какое-то спокойствие дает родителям, что вот у них свой вот этот вот мир. У нас очень красивая сейчас территория у этого здания, там специальное оборудование для малышей, то есть на площадке, и когда они выходят гулять, то есть получается как большой детский сад. Это тоже очень приятно. Работаем мы по программе перспективной начальной школы, усиливает эту программу различными доработками из вот программ, в частности, по математике. Есть такая программа, как расчетно-конструкторское бюро, это усиление тоже математики. Есть информатика у детей. Поэтому, конечно, это правильно и это удобно, когда малыши находятся вот в своем отдельном мире. Дмитрий Борисович, а вот разностороннее развитие ребенка очень важное направление, которому, кстати, вы тоже уделяете особое внимание, именно во внеурочной деятельности. Вот какое значение отдают этому педагоги и вообще в системе образования у вас в целом? Вы знаете, ну, наверное, нам просто повезло. Мы же были раньше школой с углубленным изучением предметов эстетического цикла, поэтому многие коллективы сохранились. И очень приятно, что департамент образования и администрация, они поддерживают это финансированием. И, естественно, вот эта внеурочная деятельность, которая сейчас введена по программам федерального государственного стандарта, которая начала поддерживаться, она у нас как-то плавно вот вошла, все наши направления за счет вот внеурочной деятельности тоже работают. Конечно, это наша гордость, это клуб авторской песни «Жигули», который ездит на все различные конкурсы, вот в частности Грушинский фестиваль. Обязательно нашу площадку посещает каждый год наш губернатор Николай Иванович Меркушкин. Дети прям радостные и восторженно потом приходят, вот они выступали, их похвалили. Что касается дальнейших различных направлений, вы знаете, у нас начала развиваться внеурочная деятельность археология, только благодаря тому, что пришел учитель. Вы знаете, я не хочу сейчас называть фамилии учителей, потому что мне надо перечислять всех. И вот чтобы учителя не обижались, просто я говорю, что вот у нас все работают очень творчески, придумывают новые какие-то различные направления, например, создание сайта веб-дизайна, дальше изучение там языков, тоже это во внеурочной деятельности, танцевальные коллективы работают во внеурочке, вот робототехника сейчас начала, потом краеведение тоже очень развивается. Поэтому каждый ребенок находит какое-то интересное вот здесь свое дело для души. И я думаю, что вот именно через внеурочную деятельность появляется и мотивация к обучению, потому что если он начинает заниматься, вот, например, в курсе девятого класса есть такая внеурочная деятельность, основу медицинских знаний, то он для себя уже как-то делает, простраивает себя. Пойдет он в мединститут, будет ли он врачом, или, может быть, он пойдет куда-то в другое. Но эти знания в любом случае для него не пропадут зря. Поэтому вот астрономия у нас открылась. То есть у вас все направления будут смотрены, чтобы ребенок в будущем определился. Да, и вот в этом плане мы развиваемся и стараемся хватать вот малейшие возможности, которые только вот возникают у наших учителей, какие-то идеи, какие-то новые мысли. Поэтому вот это, конечно, большое подспорье. Конечно, у нас есть музей Курской битвы, который тоже большую роль играет в проведении различных мероприятий патриотических, и ветераны к нам приходят. Поэтому здесь вот я считаю, что у нас кипучая вот эта вот заучебная жизнь внеурочная. Вы говорите, очень мощный обучающий, образовательный процесс, внеурочная деятельность. Ну, у меня логичный вопрос. Ну, у нас как хватает времени педагогам, детям? У вас школа-то закрывается на ночь вообще, нет? Ну, вы знаете, заканчивается где-то в половину девятого, потому что уже вечером у нас работают спортивные секции. У нас по программе правительства Самарской области построена спортивная площадка, которая нам передана вот весной. И мы зимой заливаем каток. У нас появился учитель физкультуры, который просто фанат футбола и хоккей с мячом. И тут же уже дети, образовалась и команда, и дети зимой уже участвовали в соревнованиях. Благодаря помощи администрации советского района образовалась команда по хоккейу с шайбой. Тоже дети уже этим занимаются. Волейбол пользуется большой популярностью, аэробика. В этом году учитель предложил физкультуру, кроссфит, новое какое-то направление в неурочной спортивной деятельности, развитии. Но мы стараемся вот это все поддерживать, потому что физически ребенок тоже должен развиваться, должен как-то себя позиционировать в обществе. Тем более, что здоровый образ жизни – это не только хорошо, это им модно, это им нужно, поэтому мы всячески стараемся это приветствовать. Людмила Борисовна, я знаю, что у вас комплектация всех учебных от начальной школы до старшей всегда проходит успешно, то есть свободных мест у вас нет. Но вот если вдруг хочется родителям отдать ребенка в лицей созвездия, можно ли среди учебного года, либо как-то заранее побеспокоиться, не из этого района, к вам можно попасть учиться? У нас нет микрорайона, и, конечно, если есть свободные места, то детей мы принимаем себе. Но главные условия – ребенок должен хотеть учиться, и родители нацеливают на то, что ребенок должен получить хорошее образование. А вот вступительные какие-то моменты есть? Потому что сейчас в школах уже правила. Принимают с какими-то тестами вступительными, ну, не экзаменами, конечно, ну, вы поняли меня испытаниями. Да, ну, есть такое положение, это положение разработано и Самарской областью, и прописано, и у нас положение, что начиная со второй ступени обучения, с пятого по одиннадцатый класс, мы имеем право провести входной отбор. То есть мы проверяем знания ребенка, и, соответственно, это не значит, что если вот он написал там на тройку, что мы его не возьмем, мы можем дать рекомендации, если родители готовы дальше вкладывать ребенка. То есть мы просто проверяем уровень его первоначальных знаний. Сможет ли он, потому что программа настолько насыщенная, что если у него где-то в предыдущем месте были провалы, ребенку будет тяжело. Ребенку будет тяжело, он будет неуспешен. Если он неуспешен, мотивация к учебе пропадает. Поэтому нет смысла вот как бы вот в этом направлении бороться и с детьми, и с родителями. Но, тем не менее, родители понимают, и, в принципе, к нам можно прийти не только в конце года протестировать ребенка, можно и в среде года прийти. Мы даем рекомендации, пожалуйста, вам надо вот здесь, здесь подтянуть. Здесь подтянуть такой предмет. Да, то есть это все совершенно бесплатно. Просто мы как бы идем на то, что хотят родители, есть на это потребность. Пожалуйста, мы с удовольствием откликнемся и к этому открыты. Людмила Борисовна, немаловажный вопрос. Сегодня старт нового учебного года. И вот очень интересно, а ваши-то ученики набрались сил за лето. Как организован летний отдых и досуг в лицейском созвездии? Вы знаете, наверное, особенность нашего города в том, что город всячески поддерживает и финансирует летний отдых детей. У нас где-то более 30% учащихся нашего лицея, они вот побывали в различных лагерях, в различных оздоровительных лагерях, которые вот за счет города идут. Это, конечно, лагерь дневного пребывания, где у нас в основном, конечно, малыши начальных классов бывают. Десятиклассники у нас побывали на военных сборах. Это лагерь юность, где каждый год, причем не только мальчики, у которых это обязательно, эти сборы, но и девочки с удовольствием туда едут. Вот это тоже очень интересно и дает им какое-то представление уже о военной службе. Наши дети в этом году были в профильных сменах, вот организованные департаментом образования. Очень приятно, что в этом году вот они первый раз побывали в астрономической смене, смене по робототехнике, в спортивной смене, вот только буквально вчера-позавчера приехали с различными там грамотами и заслугами. Они побывали в эстетических сменах, то есть я считаю, что причем этот набор совершенно спокойный. Мы родителям в конце года предлагаем все это, объясняем, что нужно сделать, куда вы можете, кто поедет, потому что заранее уже определяем, кто преподаватель поедет. Они либо отбирают, либо так, чтобы ребенок хотел и не поехал, такого не бывает. Круглый год, круглый год, насыщенная и интересная жизнь. Ну что ж, так быстро время прилетело у нашей программы. Людмила Борисовна, сегодня праздник. Я еще раз поздравляю вас с праздником. Удачи, успехов в вашем очень нелегком труде. Ну и, конечно, заключительное слово поздравить всех первоклассников, педагогов, родителей города. Я представляю вам заключительное слово для поздравления. Конечно, очень приятно, что мне такая миссия выпала. Я поздравляю и родителей, и наших детей, и наших учителей с начала нового периода в жизни, это начало учебного года. И хочется пожелать, конечно, здоровья, положительных эмоций, хороших друзей, новых программ, побольше творчества, побольше позитива, побольше солнечных дней. И, конечно, успехов. И я думаю, что тот, кто стремится к успеху, он всегда к этому придет. Как говорится, бороться, искать, найти и не сдаваться. Ну что же, спасибо вам большое за очень интересную передачу. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС», Людмила Борисовна Басис. Всего хорошего. До свидания. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова